Хорошего вам времени дня, уважаемые зрители канала Заметки Нумизмата. Продолжаем с вами говорить о терминах. В прошлые разы мы с вами говорили подробно о понятии новодел. Еще раз попрошу никогда не применять это понятие не по назначению. Новоделы монеты, произведенные по специальному заказу на монетном дворе, обычно в улучшенном исполнении, оригинальными, немножечко измененными инструментами или вновь изготовленными инструментами, аналогичными, оригинальными. И очень часто с понятием новодел путают еще один термин — рестрайк. Ну, на первый взгляд, это просто вариация английского языка данного термина, но не совсем так. И у слова «рестрайк» есть совершенно отдельный нумизматический смысл. Если новодел произведен по специальному заказу, не в ту дату, которая указана на предмете, а возможно годами позже, рестрайк выпускается именно с эмиссионными целями. То есть с целями обращения или, скажем, внешней торговли, что тоже бывало неоднократно. Таким образом, на монете указана одна и та же дата на протяжении нескольких лет или даже многих лет. При этом и цели ее выпуска могут быть разные. Как собственное внутреннее государственное обращение, так и внешний рынок. И продемонстрирую вам, наверное, самый знаменитый в мире рестрайк — Талер Марии Терезии 1780 года. И хотя данный конкретный Талер выпущен в улучшенном качестве ПРУФ, в данном случае ПРУФ-67, эта монета очевидна для коллекционирования. Тем не менее, такие же Талеры с одной датой 1780, ну в простом исполнении, выпускались несколькими монетными дворами на протяжении 150, а может быть даже и большего количества лет. И данный Талер является очень популярной в мире серебряной монетой. Наверное, поговорим о нем еще позже. А сейчас лишь призываю вас правильно относиться к терминам. Именно такой предмет является рестрайком, когда, несмотря на длительный выпуск в течение разных лет, дизайн монеты подвигался небольшому изменению и скорее был различен на разных монетных дворах, а дата оставалась неизменной — 1780. Есть и многочисленные другие примеры таких рестрайков. Кроме того, каждый день в нашем кармане мы тоже держим те же самые рестрайки. Только не задумываемся об этом, поэтому ничего плохого в таком термии нет. Рестрайки — это такие же монеты или деньги, представляющие также амбизматическую коллекционную ценность и ничем не уступающие любым другим. Вот, к примеру, современная старрублевка, которой мы с вами пользуемся в наши дни, расплачиваясь ей в магазинах. Мало кто обращает внимание на то, что на этой старрублевке указана дата 1997 год, образец 1997 года. Но вот эта совершенно новая купюра только что напечатана. Может быть, в текущем, в 2019 году. Это типичный рестрайк, но только в отношении банкноты, купюры. 100 рублей банка России, выпускающегося с небольшими изменениями с 1997 года в этом дизайне. Так что ничего плохого в рестрайке нет. Пользуйтесь своими рестрайками, ходите в магазины, делайте покупки. А некоторые, самые красивые, оставьте для коллекции. Удачи вам, встретимся в других выпусках. Смотрите канал «Заметки нумизмата». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова